Как продвигается строительство Канажского индустриального парка, инфраструктуры для него, в каком состоянии городские дворы и какому сроку должны сдать новый детский сад. Глава Чувашии Михаил Игнатьев посетил город железнодорожников. Объездная дорога Аниш. Она в обход города связывает индустриальный парк с федеральной трассой А-151. Именно по ней в этот рабочий визит проехал автомобиль главы региона Михаила Игнатьева. Еще пару месяцев назад ему пришлось бы выбирать другой маршрут. Дорогу достроили в конце прошлого года, но проезд открыли только несколько недель назад. По словам руководства Канажа, дело встало из-за перекладки коммуникаций. По работе на этой дороге возникали вопросы только потому, что нужно было переверзать газ. 426 труба высокого давления. Эти работы мы могли только в летний период проводить. Поэтому, как погодные условия позволили, мы сразу эти врезки переврезали. Объект вообще дался нелегко. Сдать дорогу должны были больше двух лет назад. Однако на пути вставали то коммуникации, то грунтовые воды, реки Аниш. В проект вносились изменения. Сейчас дорога полностью готова. Большегрузные машины больше не ездят по центру города. Разгрузили город Канаж. Это очень важный фактор. Для развития реального сектора экономики, для развития потребительского рынка имеет стратегическое значение. Все, что было по проекту, сделано. Но вопросы еще остались. Один из них – съезд к насосной станции водоканала. Приезжая с аварийной бригадой, предположим, что-то случится. А как машина должна въехать? Смотрите, какой крутой спуск. Вчера привезли ковш асфальта. Видимо, хотели спуск сделать. Немножко выкинули, а остальную часть асфальта куда-то увезли. Подъезды мы в этом году сделаем. Это мы будем делать уже по своим местным контрактам. Что касается самого индустриального парка. Практически готов энергоблок, который будет снабжать электричеством резидентов. Это все подсоединено, все подключено. Разводка осталась в проценте 15. Перечень предприятий, которые разместят здесь свои производственные площади, тоже почти сформирован. Один из самых крупных резидентов – компания по производству холодильного оборудования. Председатель совета директоров отметил, что рассматривал разные регионы, но выбрал именно Канаж. И не только. Из-за удачного географического расположения и железнодорожного узла. Канаж для нас был вообще неприоритетной точкой, пока мы его не увидели. Когда увидели, поговорили с главой администрацией, в общем-то, сложилось очень приятное, благоприятное впечатление. Если все пойдет по плану, первый холодильник сойдет с конвейера в конце года. Новые рабочие места получат 100 человек. Реализовывать проекты на льготных условиях инвесторам позволяет статус Канаша как территория опережающего развития. Его город получил весной 2018 года. Эти вопросы значимы для всех нас, для канажцев, для молодых людей, для тех, кто проживает в канажском пригороде. Это дает возможность найти достойное рабочее место, трудоустроиться и зарабатывать. Стойки с будущих предприятий будут поступать на локальные очистные. Срок их сдачи – 1 сентября. Сейчас объект готов на 65%. Контракты все у вас подписаны. Рабочие вопросы, которые возникают, вы должны снимать их от реальной ситуации. На сегодня это реально. Здесь другого срока не должно быть. До застройщика все это доведено. И здесь уже шутить, я им объясняю, что с государственными деньгами шутить хватит. Объект, который, скорее всего, сдадут раньше срока – детский сад в микрорайоне Восточный. По документам он должен быть готов к декабрю, однако подрядчик планирует справиться до наступления холодов. Не дожидаясь поздней осени, раньше завершим работу. Город уже принимает, подбирается в заведующие. Детский сад рассчитан на 240 мест, включая ясельную группу с двух месяцев. Проверил Михаил Игнатьев и выполнение программы по созданию комфортной городской среды. В прошлом году на ремонт дворов выделили больше 18 миллионов рублей. Двор у дома номер 24 в Восточном микрорайоне уже преобразился. А территория домов номер 6 и 8 по улице Ильича только ждет своей очереди. Масштаб необходимых работ показал прошедший дождь. Этот двор и еще больше 20 подобных планируют отремонтировать в этом году. Ольга Пырочкин, Андрей Шоклев, Республика.